Катя 16 лет из России. Здравствуйте, Александр. Я бы хотела узнать ваше мнение. «Мой папа говорит мне часто, что я неответственная, неспособная. Его слова очень на меня влияют. У меня на самом деле пропадает желание чему-то учиться, что-то делать. Я понимаю, что родителям нужно быть послушной, но мне тяжело в тот момент соблюдать заповеди. Я заканчиваю школу, и это непонимание со стороны родителей давит. Что мне делать? Как относиться к родителям?» Катя, трудно быстро и однозначно ответить на ваш вопрос, потому что в каждой ситуации есть свои нюансы, свои тонкости. Интересно было бы послушать вашего папу или, не знаю, пожить в вашем доме недельку. Может быть, более точно можно было бы ответить. Но в общем, так как вы спрашиваете, что я скажу вам, Катя, что возможно, отец пытается указать на ваше слабое место. Если вы очень восприимчивый, высокомерный человек, ранимый человек, то вас может ранить и мой ответ. Кстати, такое происходит не один раз. Люди говорят, я думал, ты мне поможешь, а ты вот меня обличил. Но ведь обличение, если оно сделано с заботой, с любовью, с болью сердечной, с молитвой сердечной, это тоже часть процедуры. Вы, почитайте, слово Божье полезно для обличения, для наставления, в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Где вы видели, чтобы слово Божье, это был такой допинг? Накачали очередной буст такой, человек опять идет по жизни с поднятой головой. Да нет же. Слово Божье, это очень многогранное такое явление, и оно помогает каждому на своем этапе пути. И обличение часть процесса, и исправление часть процесса. А как вы исправитесь, Катя, допустим, даже в том, что вы безответственная, допустим, как вы исправитесь? Если вы не услышите обличение, заботливо, я повторяю, заботливо. Потому что часто наша проблема в том, что мы говорим правильные вещи, но говорим их неправильно. Мы можем говорить правильные вещи, но говорить их с таким отношением, что мы отбиваем всякую охоту. Скорее всего, это так и происходит в вашем случае. Потому что родители-то первые друзья. Родители, Катя, это первые друзья. Я не знаю, а кто ваши первые друзья? Одноклассники? Ребята, которые, может быть, вам комплименты давят? Это ваши друзья? Катя, если вы только на это поведетесь, вы станете на очень тонкий лед. Если вы только на это поведетесь, то, что происходит со многими подростками в России и в Европе. То есть дистанция с родителями и сближение с компанией, с улицей, с друзьями, с ровесниками. И все. Там вас хвалят, там вы сводят, там не нужно напрягаться, там все на одном уровне, там общие интересы, общий фан и так далее и тому подобное. Потому, Катя, я тоже проходил через такие моменты, я думаю, каждый из нас, взрослея, претендует на самостоятельность, на точку зрения. Я с вами согласен, право подавлять, унижать личность никто не имеет. Я с вами согласен. И особенно, если это исходит от близкого человека, от вашего отца, это очень больно. Я не знаю, как отец это делает. Но вы сами подумайте, посмотрите на себя, потому что вам жить, это ваша жизнь. Отец живет свою жизнь, он будет отвечать за свою жизнь. А вам жить, вам через несколько лет замуж выходить, вам создавать семью, вам рождать детей. Если вы будете как пружина сжатая, если вы будете жить вот с таким чувством, которые сейчас отец в вас формирует, мне очень жаль того молодого человека, который возьмет вас замуж. Потому что вы когда-то будете работать в обратную, вы сыграете в обратную, вы все равно выплесните где-то эту боль, эту энергию, вот эту неприязнь, эту... Потому, Катерина, как бы там ни было, это ваша жизнь. Посмотрите на свою жизнь серьезно. Вы на взлетной полосе, у вас все только начинается в жизни. Не позвольте дьяволу разрушить вашу жизнь. Начните серьезно молиться. Попытайтесь поговорить с отцом по душам. Попытайтесь, пойдите навстречу. Сядьте, наберитесь мужества, посмотрите ему в глаза и скажите, папа, помоги мне. В этом не получается, ну ты же видишь. Папа, если ты по-настоящему во мне заинтересован, помоги мне. Я же сама хочу исправиться или измениться. Вот, ну, ну делайте что-то. Ни в коем случае не закрывайтесь, не дистанцируйтесь от родителей. Иначе это деформирует ваш позвоночник жизни. И чем дальше вы заходите, вы сейчас восприимчивы, вы сейчас в таком возрасте, вы очень восприимчивы, вы колючие, вы только-только заявляете о себе, вы только-только как росток из земли поднимаетесь, и вам очень сложно, а в мире, где столько такого отношения тяжелого, да, но я бы вам советовал, тем более, если ваши родители верующие, прийти к ним. Я бы вам советовал набраться мужества и не один раз прийти, а приходить, приходить, приходить и молиться вместе, и просто сказать, помолись за меня. У меня такое было, когда у меня были напряги с отцом, с моим, да. Я не один раз смиряюсь, прихожу, мне трудно, мне кажется, что несправедливо там судить. Да ну я стою на колени, помолись за меня. Да, ты себя ломаешь, но это всегда на пользу. Всегда на пользу. Всегда. Один человек очень хорошо сказал, меня месили-месили и вымесили из меня миссионера. Вот, потому, когда другой или тот же человек сказал, я наблюдал, как моя жена месит тесто, смотрел и наблюдал, и вот она мнет, мнет этими кулаками, я ей говорю, а как ты знаешь, когда уже достаточно, когда уже оно готово? Как ты знаешь? Она говорит, когда к рукам не липнет. Когда к рукам не липнет. Видите, какие можно откровения получать из кухни. Вот, потому пусть Бог вас благословит, Катя. Не все потеряно, все в ваших руках, все в ваших руках, потому что с вами Бог. Благослови вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова